Теперь пункт Б. Он как бы обобщает то, что мы здесь делали. Значит, пусть П – многочлен степени 2, а К – натуральное число. Тогда нужно доказать, что существует не более одного многочлена степени К, коммутирующего с П. А, альфа чему равна? Не альфа, там в общем случае многочлен степени 2. А, с любым многочленом второй степени коммутирует не более одного многочленного. Для которых первый кольцет, старший кольцет ради единицы, да? Коммутирует не более одного. Коммутирует не более чем один. То есть может быть не одного, а может быть один. Неожиданно, давайте. Ну как это делается? Ну это делается примерно так же. Дождите, а тут же 2 получают? Нет, тут 2 случая. Для каждого конкретного альфа, вот смотрите, если альфа не 0 и не 2, то вообще ни одного. Если альфа 0, то один многочлен, х куб. Если альфа 2, то другой многочлен, х куб минус 3х. Но в любом случае не более чем один. Да. Это для любой степени будет. Ну, это доказывается так. Мы просто пусть у нас есть многочлен в этой степени. Например, х куб плюс а минус 1. Х куб минус 1 плюс а. Пишем, как в общем виде выглядит. Х куб минус 2 плюс а 1. Х плюс а 0. Мы опять берем его. Разводим. Не могу отсидеть? Да. Что? Нет, мы все время говорим. Кеффициент старший кеффициент равен единице. Вот такой многочлен. И дан какой-то наш еще многочлен. П от х 2 градусов изначально. Значит, х куб минус 2 градусов. Здесь dx плюс c. Нужно найти все-таки х к этой степени, которая коммунируется в п от х. Да. Ну, просто посмотрим на коэффициент при к минус 1 степени. Ну, когда мы вот это... А, не знаю, если вы более-менее так выпишите на левом росте, что более-менее что это такое будет. Нам сейчас действительно волнует к минус 1 степень. К минус 1 степень. x в степени 2 к минус 1, получившиеся многочлены. Здесь это будет 2а к минус 1, а здесь ее вообще не будет. Здесь будет 2b. Здесь будет 2b. Но суть не в этом. Суть в том, что теперь, посмотрев на эту степень, мы можем однозначно определить а к минус 1. Ну, вот, ну, все-таки напишите в равном росте. 2а к минус 1 равняется 2b. Это действительно. Если мы смотрим на х в степени 2к минус 1, то... То есть мы определили а к минус 1. Да. И вообще, мы будем делать каждый раз так. Пусть у нас несколько а мы уже определили, какими они могут быть. И мы сможем определить следующее а. Непонятно. Следующим образом. Пусть мы определили все а до ам, то такая мышь, что мы можем определить а к минус 1. Рассмотрим... До ам, то в том смысле, что а к минус 1, а к минус 2 и так далее. И то, что до ам, то пусть мы уже из этого равенства сумели найти. Теперь найдем вот это, как раз вновь х при степени 3к минус m минус 1. Ну, мы знаем, как... Ну, вот здесь это будет в следующем. Ам минус 1, х на m минус 1. Если мы вот это умножить на это, плюс ам умножить на а к минус 1 и так далее. То есть у нас получится какое-то выражение, в котором один раз будет встречаться ам минус 1, но дальше вот эти, которые мы уже определили. Ну, в общем, это правда. То есть действительно, когда вы... Вы представьте себе, что вы написали вот эту штуку второй раз и перемножаете. Чтобы получить такую степень, к плюс ам минус 1, действительно один из способов такой взять х в катой и вот это вот ам минус 1, х в м минус 1, да? А другие способы, это брак х в чуть меньшей степени, а зато в большей. А считать, что мы все это уже знаем. Так, а здесь его вообще не будет. Ничего такого. Потому что здесь слишком маленькая степень. Да. Хорошо. А если m равно 1? Если m равно 1. То тогда... Давайте эту историю потом. Нет, да, что? В смысле мы все равно знаем коэффициент. А, мы знаем коэффициент, что он равен b. Да, мы знаем, что он равен b. Отлично, да. А а минус 1. Знаем, знаем. При e равно 1, значит, мы тоже прекрасно знаем. С этой стороны мы знаем, как его выражается. С этой стороны знаем, что он выражается, почему, линейно. Да. Почему, линейно? Через а и минус 1 выражается линея. смотрим сюда вот мы знаем все коэффициенты встретиться до а это будет слишком маленькая степень а именно здесь будет степень не превышающая 2 на 1 минус 1 показатель степени будет не больше чем 2 минус 2 меньше чем 1 минус 1 это правда ну значит мы автоматически можем так вот идти здесь мы вообще просто знаем, как она отражается ну значит мы смогли выразить i минус 1 через все остальное ну а дальше либо получится, либо не получится ну да, мы вычислили так все, а и просто подставим сойдется или не сойдется? да, может не сойдется может не сойдется да, может не сойдется может не сойдется вот здесь у нас, например, если а не равен ни 0 ни 2 у нас бы не сошлось ничего отлично дальше значит это пункт 2 теперь, пункт В найдите многочлены степеней 4 и 8, коммутирующие с данным многочленом P степени 2 ну это очень просто просто можно заметить, что многочлен P от P от X коммутируется на членов P от X при этом он степени 4 в общем, посмотрите, это для любого альфа так это для любого многочлена P от X да, да, даже вот для любого многочлена вида это X квадрат плюс BX плюс C у нас ситуация такая P от P от X это многочлен четвертой степени а поскольку мы только что доказали, что других не бывает значит единственное накописание четвертой степени коммутирующейся P да, ну кстати и 8 так же и 16 и так далее в бесконечности по степеням двойки безусловно нервовно нет вот а